Чешские и татарстанские флаги у входа в президентскую резиденцию в крепости Пражский град. Рустама Мениханова в этих древних стенах встречают как старого друга. Торгово-экономические связи между Татарстаном и Чехией сейчас на подъеме. Буквально пару недель назад между Казанью и Прагой стал курсировать прямой авиарейс. По прогнозам Рустама Мениханова, деловая активность и туристический поток вырастут в разы. Сама встреча между Земаном и Менихановым прошла за закрытыми дверями, без камер. По информации официального пресс-релиза говорили прежде всего о том, что необходимо наращивать внешний торговый оборот, несмотря на политику санкций, а также укреплять отношения в области культуры, науки, образования. Кстати, к России у Милоша Земана отношение особое. Это едва ли единственный лидер Евросоюза, который плюнул на все политические условности и интриги, приехал в прошлом году в Москву, чтобы лично участвовать в юбилейных торжествах по случаю 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Не обошелся без военно-исторической тематики и президентский визит. В эти майские дни Рустам Мениханов посетил Ольшанское кладбище, где возложил венок к памятнику советским воинам, освободителям Праги от фашистов. Здесь похоронены более 420 солдат, погибших в 1945 году. Делегация из Татарстана буквально месяц назад принимала участие в Татарстана-Чешском деловом форуме в Южном Аравском крае Чешской республики. Впрочем, специалисты отмечают рост активности не только в деловой сфере, но и в культуре, науке, образовании. Более того, на встрече вспомнили даже тот факт, что тысячелетний возраст нашего города был установлен благодаря чешской монете времен Святого Вацлава, которую нашли в Казанском Кремле при раскопках. Поездка в Евросоюз Рустама Мениханова продолжится визитом в Австрийскую республику. 12 мая главу Татарстана ждут в Вене. Сергей Шерстнев, Роман Фенин, телеканал Эфир.